А ты когда-нибудь смотрел сериал Копы? Документальный. Я вот увидел передачу, там какой-то коп говорил про перестрелку. Он выпустил парня с близкого расстояния всю обойму. И ничего, ни разу не попал. Они были один на один. В смысле, конечно, это удивительно, но так случается. Хочешь оставаться слепым, ну и ходи с поводырём. Но я-то узрел грёбаную истину. И к чему это, блин? А это к тому, что закончили. Считай, я вышел в отставку. Иисусе. Не богохульство. Чёрт возьми, Джон. Я сказал, хватит. У тебя что, совсем крыша поехала? Сегодня же Марселосу скажу, что ухожу. Может, заодно скажешь и почему? Не бойся, скажу. Да, на споре на десять кусков он помрётся о смеху. Ну и пусть, насрать. Марвин, как тебе ситуация? У меня нет своего мнения. У тебя должно быть мнение. Ты веришь, что это так? Бог спустился и островил... Винсен, что это было? Что за хрень? Блин, чёрт, я ж мальнул Марвину в морду. За каким хреном ты стрелял? Я не хотел, это несчастный случай. Ой, я б повидал всякое говно, но такое... Ладно, оставь, сказал же нечаянно. Может, там был ухаб или выбоин... Какие нахрен ухабы? Слушай, чувак, я не собирался стрелять в него. Само вылетело, не знаю как. Ты смотри, какой срач развёл. Мы на улице, сейчас день. Я поверить не могу. Да уж поверь, сукин ты сын. Нам надо убрать тачку с дороги. Копы обычно замечают тачки, заляпанные кровью. Это укрыться у друзей всего и делов. Это Сан-Фернандо. У Марселса здесь ни друзей, ни укрытий. Пойдём мне знать, это же не мой город. Чёрт. Что ты делаешь? Звоню приятелю в Талука-Лейк. И где Талука-Лейк? Близко, за холмом, возле Уорнеровской студии. Если Джимми нет дома, я просто не знаю, что нам делать. Других корешей у меня в районе нет. Джимми, я как жизнь, брат, это Джулс. Слушай, чувак, мы с мопарником серьёзно влипли. Нам на машине нужно куда-то нырнуть. Пустишь в свой гараж на пару часов. Имей в виду, с Джимми надо быть поделикатнее. Одно неосторожное слово, и он нас выставит за дверь. А если выставит, что делать? Мы не можем уйти, не позвонив паромик. Но я не хочу с ним ссориться. Джимми мой друг. Не дело заваливаться и диктовать тут свои правила. Ну, просто скажи, чтобы не грубил меня. Он что-то распсиховался, когда увидел Марвина. Поставь себя на его место. Сейчас 8 часов, он только что проснулся. Он не ожидал такой подля. Я это к тому, что надо помнить, кто кому делает одолжение. Если это одолжение требует, чтобы не ездили по ушам, пусть засунет одолжение себе в жопу. Твою мать, ниггер, что ты натворил с полотенцем? Я вытирал руки. Сперва надо было их вымыть. Я мыл, ты видел? Я видел, как ты их мочил. Я вымыл, это дерьмо плохо отмывается. Будь здесь приличное мыло, я бы отмыл. Я пользовался тем же сраным мылом, и полотенце не выглядел использованной прокладкой. А если он сейчас войдет и увидит эту тряпочку? Вот такая деталь и может наголить ситуацию, мать твоя. Слушай, я на тебя не наезжаю, а уважаю и все такое. Но не позорь меня перед другом, ладно? Ладно, ладно, ясно. Когда вежливо просят, нет проблем. Твой друг, твоя забота, мое дело страна.